Мы там поговорили, зачем нужна индустриализация. Это самое главное, о чем мы должны с вами запомнить, продолжая рассуждать про нее. То есть вот эта вот вещь, да, главное это мотивы. Если нет мотива, так же как в преступлении, непонятно, зачем это все происходит. То есть если вы мне по-прежнему будете рассказывать, что большевики во главе с кровавым Сталином затеяли модернизацию для того, чтобы людей загнать в колхозы и лишить их этой самой хозяйственной инициативы, я вообще не буду понимать, что вы мне говорите и, соответственно, и буду оценивать. Если вы придумаете какую-нибудь реальную мотивацию на эту тему, я с ней соглашусь. Но она должна быть опять аргументированная. То есть вот этот Сталин был дурак, поэтому он это сделал. Все, она у нас больше уже не работает. Надоело, потому что. Итак, значит, вот у нас критический анализ источников и по совместительству еще и требования в ЕГЭ. А вот она, с одной стороны, ужасная, с другой стороны, очень правильная. Начится первый тезис, который у нас в учебниках говорится. Причем здесь вот чувствовать, должны попробовать понять, что... Да, даты еще напомним себе. Значит, и индустриализация, и коллективизация начинается не раньше в теории. Начинается в 28-м году, физически начинает работать все в 29-м. То есть от провозглашения до начала действий первая пятилетка начинается в 29-м. И как бы насильственная, ненасильственная, будем разбираться по ходу, сгон людей в колхозах или не сгон людей в колхозах. Это тоже 29-й год. Активное начало, фаза. Вот. И когда, значит, мы начинаем смотреть, да, что вот логика выстраивается как в учебнике, ну, в Лабуево, например, что храмовый тиран Сталин, толкаемый жаждой власти и жаждой крови, начинает вот этот вот весь адский кошмар под названием коллективизация. Вот. И база под него подведена очень симпатичная, логичная такая даже, наверное, отчасти, если ее по отдельности не разбирать. Сложилась команда-административная система к концу 20-х годов. Что такое команда-административная система? А дальше, если там читать, там будет про экономику. У нас НЭП отменяется только в 31-м году, если верить учебникам. Как она сложилась тогда? Что такое НЭП? Главная цель в экономике, это все предприятия, государственные и негосударственные, занимаются тем, что они извлекают прибыль. Как в этих условиях складывать командно-административную систему? Я не знаю. Если вы меня спросите, я вам не могу это объяснить, потому что это просто вне логических построений. Поэтому это очень сомнительный термин. Ну, то есть, как отвечают люди на ЕГЭ? Ну, так написано в учебнике Волобуева. Или там Данилова Касулина. Ну, так написано и так и пишем на экзамене. Как возразить? Ну, с помощью того, что вы знаете, то, что вы получаете там из других источников. Совсем не обязательно на меня ссылаться, это вообще ни к чему. Есть просто логика. Значится, все ресурсы и весь прибавочный продукт сконцентрирован в руках государства. Как? Так, в условиях НЭПа у государства весь все ресурсы и весь прибавочный продукт. Он ходит, прибыль отбирает у предприятий, участников ходит. Почему тогда государство с 25-го года по 29-й уговаривает крестьян куда-то там вступить, обещает трактора, а они его, в общем, грубо говоря, игнорируют, причем в жесткой форме? Где командно-административная система? Где их начали заставлять к концу 20-х годов? Ну, тогда и говорите в 29-м году конкретно. Ну, что такое к концу? Это с середины к концу, да? Ну, или там последние два с половиной года. То есть, ну, там в лучшем случае с 26-го получается с половиной. Не, неправильно считаю. С 27-го с половиной, да? Ну, так как бы сообщайте. То есть, ну, не знаю, что с этим делать. Вот сказал, да? Значит, рыночные регуляторы полностью заменены централизованными и пятилетними планированиями. Правда и неправда. То есть, первую пятилетку придумали реально в 28-м году посчитали, пересчитали в 29-м. И потом еще люди с проводами оторвались. Вы живете на проводах. Смотрите под ноги и под руки. Так вот, да, рыночные регуляторы полностью заменены. Еще раз, во времена НЭПа, рыночные регуляторы, как можно заменить? Отменьте НЭП. Но его отменяют у нас в 31-м году. То есть, точно не конец 20-х годов. Ну, вот хоть ты сдохни. Я не знаю, что с этим делать. Вот введена госмонополия на внешнюю торговлю. Это правда. Вот так нужно врать. Берете что-нибудь очень правдивое. Говорете, говорите об этом. И потом добавляете кучу всяких разных интересных вещей. Из головы уже. Или как Владимир Владимирович говорит, из носа выковыриваете там что-то. Полуправду. Так. Ну и дальше. Та же самая история. Установление цен стало прерогативой центра. Введена госмонополия. Это мы сказали, да? Стало прерогативой центра. Первое постановление о регулировании цен среди госпредприятий выходит только тоже. Только в 1931 году. На него, собственно говоря, и ссылаются все источники в интернете на сегодняшний день. Те, которые я нашел и проверил. Те, кто говорят, что НЭФ в 1931 году закончился, вот на него они и ссылаются. Это постановление совместное Совнарковой и ЦК ВКПБ о том, что вот устанавливаются, как устанавливаются цены. Там механизм очень рыхло прописан. Но что это такое? Вообще, что за постановление? Давайте пару слов про него скажу. То есть это 1931 год. Это заработали пятилетки. И так как пятилетние планы рассчитывались у нас в натуральном продукте, всегда там в гвоздях, в штуках. Нет, гвозди, кстати, килограммами считали. Вот. Вначале пудами, а потом перешли на килограммы. И в магазине их на вес продают по сию пору. А вот там, не знаю, цемент, опять же, тонный. Ну, в общем, машины, станки, оборудование, это все в штуках. И вот при плановом хозяйстве, вот мы с вами планируем хозяйство, да, госпредприятие получает государственный заказ, выпускать то-то и то-то. И вот мы потом, значит, с вами успешно построили завод на государственные деньги. И руководствуясь рыночными механизмами новой экономической политики, которую никто не отменил, никто не отменил, для этого в постановлении приводится. Мы начинаем этот вот станок, нам смежники говорят, так вот мы тут по плану построили завод, да, станок для, не знаю, там, для производства тракторов, для челябинского тракторного. А челябинский трактор говорит, все, значит, вы нам должны по плану поставить 50 станков. Сегодня у нас 31 год, поставляйте, у вас завод построен, он работает, все, мы ждем. Они говорят, да, поставим, только стоимость мы тут решили пересмотреть, давайте вы купите у нас их в два раза дороже. И говорят, а план? Он говорит, ну какой план? У нас же тут рыночные отношения, не хотите, не берите. И вот тогда они начинают, начинается эта свистопляска, это доходит до ЦК, до Политбюры, до Сталина, и он говорит, так, стоп, вы что там? Это что у нас тут? Вы, значит, получили деньги, построили завод, а теперь будете придумывать, что такое прибавочная стоимость? Вот на рынке люди там торгуют, там свободная цена образования, а здесь государственный бюджет, государственные цены. Все. Потом, как это будет дальше регулироваться и об этом? Вот на эту вот вещь опираются, когда говорят, что НЭП был отменен. Я еще раз повторяю, весь частный сектор будет бесполезненно работать до 1956 года. Это вот все вот эти вот тезисы по поводу уничтожения частной инициативы. То есть по цифрам, да, ни одна игрушка детская до 1959 года не изготавливается на государственных предприятиях. Это все частный сектор. Мебельное производство в стране до Урала 76% это частный сектор. После Урала вообще ни одного госпредприятия не выпускает мебель. Ни одной тумбочки, ни одного стула, ни для госучреждений, ни для детских садиков, ни для школ, ни для контор, ни для кого вообще, ни для быта. И так далее. То есть это все продолжается. Говорю, оружие у нас в войну выпускают артели, это частные предприятия. В блокадном Ленинграде артель выпускает минометы. И винтовки они там производили другая артель, и боеприпасы производили тоже артели. Были и госпредприятия, были и частные. Все это продолжало работать. И у них там ценник немножко государством регулировался, это правда. Все, идем дальше. Источники финансирования. Следующий момент. Опять же. Мы это не говорили, да? У меня дежавю с разными классами, разные. Не говорили. Значится тоже смотрим на все. Со второго начну, потому что, ну вот первое, да, это увеличение экспорта зерна, это очевидное. То есть главная задача всей индустриализации, вернее, главный источник финансирования и продажи зерна. Ну вот все, больше никаких разговоров нет. И чтобы у нас заначиться не мучить нам голову, я вам скажу, что вначале я долго сам подсчитывал, сколько зерно дает на всю индустриализацию, на весь его бюджет. У меня получилось процентов 70-80, но потом, слава тебе, господи, назначится доктор экономических наук, академик Ханин посчитал свои цифры, у него получилось 76% на первой, второй пятилетке примерно. В общем, это вот основные деньги от экспорта зерна на индустриализацию. Все, это просто запомнили, это исследование, оно совершенно четкое, его можно найти и почитать. А в учебниках у нас, в общем, Волобуево, например, конкретно, там, 14-го года, 17-го года, перепечатки учебник, добровольно-принудительные займы у населения. Цитата, да, государство получило почти половину средств, сигнованных на капиталовложения в промышленность. То есть, вот у нас индустриализация за счет того, что у людей забирают деньги принудительно в виде добровольных займов. То есть, как это выглядит в реальности тех людей, которые это пишут. То есть, вы идете получать зарплату на своем заводе, фабрике или еще где-то, и в артиле еще, что прекрасно, да, то есть, на частном предприятии, на своем. А идете, тогда карточек не было банковских, идете, получаете, засовываетесь в окошечко, вам дают денежку, а тут стоит порторг или директор завода, или другой начальник, и говорит, вот тебе облигации государственного займа, ты должен их купить. И ты говоришь, не куплю, они говорят, мы тебя сейчас убьем прямо здесь, и все. И ты покупаешь. Вот это добровольно-принудительно. Ну, то есть, всем предлагается, но тем, кто отказывается, делают а-та-та. Как вы себе это представляете в условиях НЭПа в первой пятилетке? Я никак. То есть, да, особо сознательные люди были, партийцы, комсомольцы, они брали эти вещи. В общем, тут примеры-то какие? Обычно тоже ссылаются на уже поздний эпоху социализма. У меня вот вазначится, когда я совсем еще юный был, но тем не менее, когда перестройка случилась, и вот весь этот коллапс 90-х годов, вот такая стопка облигаций государственных займов 80-х годов у мамы в шкафчике хранилась. Ну, то есть, ее, так же, как все сбережения в Сбербанке, можно было забыть. Я говорю, зачем ты их брала? Ну, говорит, ну как же, я партийная, нам велели, мы брали. А можно было отказаться, говорит, ну, можно, но могли возникнуть проблемы. То есть, вот такие вот рассказы. Так, ладно, в общем, по поводу займов я скажу конкретную вещь. То есть, они были выпущены в 1927 году, первые действительно, это так. Ценная бумага это, а, мы ценные бумаги, еще по обществознанию вы не проходили. Что такое государственная облигация, государственного займа? Это когда государство продает вам ценную бумагу, у которой есть номинал конкретный, там, скажем, 50 рублей. И по этому номиналу она и торгуется. В свободную продажу она обычно не поступает. Обычно. Сейчас сразу же советскую реальность пропишем. У нее есть срок, то есть, они так и называются, государственные облигации, трехлетние или пятилетние, она больше обычно не делает никто. И у них есть заложенный процент. То есть, она пятилетняя, трехпроцентная облигация государственного займа. Вот, в общем, все свойства этой ценной бумаги и прописаны. То есть, через три года, если она трехлетняя, государство обязуется у вас ее купить, то есть, вернуть вам все деньги, почему это займ государственного займа, облигации, и сверху заплатить вам проценты, которые на ней написаны. То есть, если она 3%, значит, 50 рублей плюс 3% вам отдают. Вот, это, в общем, нормальная такая ценная бумага, которую торгуют до сих пор. Я кого-то из вас попрошу выйти. Не знаю, кого я подумаю хорошенько. Да вот, она у вас встретит стали, но и расстреляет. Ну, так вот. Популярностью они не пользовались. То есть, а вот после войны, после 47-го года до 59-го, вот эти облигации государственного займа, они пользовались страшной популярностью, сталинской именно, до хрущевской реформы. Потому что процент инфляции был ноль, а Сбербанк давал ставочку по депозиту не больше 3%, а облигации были 4 или 5%. То есть, это было очень хорошее вложение. И за ними, в общем, люди устраивали охоту за этими облигациями. Они ходили, вот, как реальные ценные бумаги на, как бы это сказать, не на совсем белом рынке среди граждан СССР. Так, ладно, начаться дальше идем. Накопление государства. Это я из учебника беру. Какое там накопление государства, когда, в общем, ну, особенно в 32-м году оказалось, что есть нечего. Надо было что-то с этим делать. В общем-ка, 3-й пятилетке у нас будут накопления. Это да. Только причем, смотрите, да, вот Сталин, это не Николай II, судя по уровню развития. И даже там 3-я пятилетка должна была закончиться у нас к 42-му году. Началась война. При том уровне развития, который у нас был, вот еще и случились накопления золотого запаса больше 2000 тонн. Это было больше, чем в Российской империи. Зачем это было накопление? Накапливать для того, чтобы спонсировать, в смысле, финансировать индустриализацию? Представляете, как это работает, да? То есть я хочу построить по соседству со своей дачей еще один дачный участок. И поэтому, значит, деньги, которые я хочу в него вложить, я меняю на золото и закапываю себя в погребе. Или как-то еще. Ну, то есть, если вы вот разбираетесь в этом механизме, то вы можете на эту тему, конечно, поговорить. Но для этого нам нужны уже более детальные экономические данные. В общем, есть вопросы для нашего общества знания. Целевые отчисления из заработной платы работников. Очень, на самом деле, интересный фактор. А в первой пятилетке он практически не работал. Чуть попозже он появлялся. И работал в ней только очень эпизодически. Что это такое? Это когда мы с вами бригада на заводе или там цех. Есть у нас партийная и комсомольская организация. Обычно на объединенном они заседании собирались и придумывали какую-нибудь такую идею. Для того, чтобы помочь родине, давайте мы часть нашей заработной платы перечислим в фонд государства. Ну, там, на развитие чего-нибудь. Начиная от своего родного завода или там в развитие советской авиации, или от авиахима, авиации и химического, значит, нашего могущества и так далее. Невозможно, в принципе, когда я читаю такие вещи в учебниках, потому что, значит, все, что люди заработали, это по плану их заработок. И, в общем, отдавать свое, это довольно странно. Люди тоже планируют свой собственный бюджет. Государство это прекрасно понимает. То есть, чаще всего это выглядело следующим образом. Люди решали выйти на работу. Один день был все равно выходной, всего воскресенье. И работать, заставлять людей работать без выходных, это, ну, это вообще, в принципе, противоречит кодексу законов о труде, который начал работать с 2017 года очень активно. И санкции против работодателей никто не отменил. А, во-вторых, в общем, ну, в общем, как это делалось? Люди договорились между собой, что они вот сегодня или там завтра решают на заседании. Завтра проработаем на час или на полтора больше. И вот все, что мы заработаем, мы просим перечислить туда-то или туда-то. Вот такие вот почины. Вот, воскресники в это время уже не проводились. Очень небольшие деньги. Работало это чаще как раз уже в годы развитого социализма, то есть сильно позже. Еще одна статья, да, расширение продажи и повышение цен на алкогольную продукцию. Вот здесь вот Сталина довольно часто обвиняют в том, что он спаивал страну. Значит, что здесь на самом деле происходит? Это действительно серьезные деньги. То есть, вот, ну, если бюджет у страны, алкогольная продукция до того, как Михаил Сергеевич Горбачев начал всю эту антиалкогольную кампанию, составляла в пике 17 процентов. 17 процентов бюджета. То есть, это серьезные деньги. Вспомните там сухой закон в Америке. Да, это тоже довольно большое подспорье, когда Рузбельт отменяет в 33-м году этот самый сухой закон, бюджет Америки получает тоже очень большие деньги. Здесь суть еще и немножко в другом. Начиная с первой пятилетки, вводится государственная монополия на производство алкогольной продукции. Вот это вот главное, да. Когда у вас кто не попадя может производить алкоголь, государство теряет гигантское количество денег. Если это все поставить под контроль государства, то денушки собираются уже в один большой ручеек. А чтобы люди не придумывали, как себе там изготовить алкоголь, вводятся специальные законы в административный и даже в уголовный кодекс. Так они и назывались, против самогонщиков, против самогоноварения. Вначале, если там участковый накрывает самогонным аппаратом, это аппарат отбирают и административка, то есть штраф, а злостным самогонщиков даже сажали в тюрьму. Но вот все хотел увидеть живого, посаженного в тюрьму самогонщика, не нашел. Ну там люди в промышленных масштабах это делали, когда у них там не 20-литровая баклажка была, а 400 литров с выходом на всю деревню. Это уже не самогоноварение, это уже промышленное производство вредных продуктов питания. Так, и в общем, да, действительно, в общем, если посмотреть даже на хронику тех времен, вы там встретите и на улицах и рекламу пива, и рекламу вина, и много других вещей. То есть, да, государство это дело поставило на поток. В общем, в рабочих столовых на обед можно было приобрести алкоголь на разлив. Это, да, и в студенческих тоже. То есть, это было. Попей, но дело разумей. Самые, наверное, ужасные вещи были в разгар, потом они прекратились. Но вот как раз в годы второй первые пятилетки на заводах были такие специальные комнаты отдыха, где особо вчера отличившиеся рабочие могли отдохнуть, протрезветь и потом приступить к работе. Доработать в соседнюю смену, в следующую и т.д. Вот, или по наряду получить меньше. Ну, то есть, дошел до работы, отдохнул, в обед подлечился, пошел работать. Успел отработать? Молодец. Не успел? Тоже не молодец уже совсем. То есть, ну, вот такая вот история. Да, была. Продажа художественных ценностей, предметов роскоши и антиквариата. Жуткая страница в истории. Правда, да. То есть, действительно, сие было. И это было реально ужасно. То есть, там вот бабушки-смотрительницы еще два года назад последняя была, которые помнят эту историю. То есть, у нас при Наркомате финансов появилось управление, как эти магазины, которые стариной торгуют, антиквариата. Вот, и там такие, в общем, ребята из этого бизнеса, прям с рынка взятые. С рынка имеется в виду, не с базара, где морковкой торгуют, а с рынка антиквариата. Они, в общем, пришли, и какие комиссии были, вот эти слезные проводы смотреть. Ну, то есть, представьте, Эрмитаж идет на несколько человек и катят тележку. И останавливается там, о, Рафаэль, клади. И так далее. Вот, есть воспоминания о том, что таким вот образом из Эрмитажа в Эрмитаже у нас из четырех Рафаэлев остался один. И их вывозили за границу и устроивали торговлю. То есть, это был реальный позор. Это были и репутационные издержки, и все остальное, что, в общем, Сталин довольно четко оценил. В пике это дало не больше четырех процентов, и я думаю, что даже еще меньше. Это все перестроечные оценки. То есть, уже, дай бог пометить, в 1934 году Сталин все это прекратил, и музейные ценности остались, в общем, становятся неприкосновенными. Все. Оно того не стоит, как было выяснено. Но вот такой момент был. То есть, пропало гигантское количество вещей. Ну, в смысле, не гигантское. Там Эрмитаж полностью был не растащен, безусловно. Но, тем не менее, очень ценные вещи ушли. И это действительно очень грустно. Кто инициатором этого был, до сих пор не очень понятно. Идем дальше. С 1928 года начинается у нас еще одна вещь. Это большая и серьезная кампания по привлечению иностранцев. То есть, интуристов, которые должны приезжать и тратить здесь денежки. Вот здесь, кстати, в этом смысле начинается просто бешеное возрождение классического репертуара большого театра. Там Мариинки и так далее. Весь этот балет. Сталин лично переписывает либретто «Жизнь до царя» Глинки, которая начинает называться Иван Сусанин. И т.д. и т.п. И, в общем, да, едут. Но сказать, что они там миллионами едут из-за границы к нам тратить свои деньги, ну нет. Вот. И отдельные две песни – это то, что слабо попадается. Но в новых учебниках почему-то это совсем пропало. Хотя опыт очень интересный. Торксины. Торксин – это опять сочетание, как это красиво называется у филологов, забыл, два слога. Торговля с иностранцами. Магазины по торговле с иностранцами. Если вы «Мастера и Маргариту» помните, смотрели или читали, вот там как раз коровью с бегемотом торксины разнесли. Когда мол, что хорошему человеку апельсинку поесть нельзя. Значит, как это работает? Если вы читали, то знаете, как это работает. То есть на входе в магазин… Да, магазин работает исключительно за валюту или за золото, иногда за серебро. Серебро тоже брали. То есть за драгоценные металлы, признанные на тот момент. То есть на входе вы приходите в магазин, и там будочка сидит. Обычно дедушка сидел, очень редко молодой человек, ювелир. Вы там хотите что-то приобрести, у вас там есть обручальное кольцо золотое. Вы его даете, он его взвешивает и пишет на бумажечке для продавщиц, насколько денег вы можете на условных единиц приобрести. Чего там, севрюги, красные икры, шоколада или что там, коровик хотел апельсинку. А, бегемот хотел, коровик его отбивал. Вот и все. Или если у вас валюта, то тоже это дело пересчитают. Тут же там табличечки, никакого компьютера не надо. Нательный крестик и так далее. Вот такая вот история. Все, в общем, отличный способ выкачивать деньги, во-первых, из иностранцев, во-вторых, очень грустный способ выманивать деньги у населения. Цены завышенные. Не дико, но завышенные. Товары, естественно, редкие. Так, насколько я помню, последний Тарксин был закрыт тоже где-то в 1934 году, но не могу найти данных, поэтому не поручусь за эту цифру совершенно. Читал в детстве книжку о том, что мальчик для того, чтобы спасти свою сестру, ей поставили диагноз совсем еще, я совсем еще маленький, да, но это точно уже была война, он в ПТУ учился, а она у него младшая сестра, ей поставили диагноз туберкулез. Туберкулезников нужно кормить. И вот он, значит, пошел в Тарксин менять мамин крестик на шоколад с изюмом. Черт его знает. Вот не знаю, надо еще в этом разбираться. И еще один момент, который совершенно упускает учебник, а это гигантские деньги, это лотерея. Лотерейные билетики. Ну вот это вот, кто возьмет билета в пачку, тот получит водокачку, если вы эти бессмертные произведения смотрели. Причем здесь как было устроено, значит, сразу же советская власть установила, если вот американская система, она какая, вся егорная, весь егорный бизнес, в том числе лотереи, построены на принципе, что 80% не меньше. 80% от продажи там лотерейных билетов или денежки в казино, они идут на выигрыш. А советская власть делала, что 80% не меньше идет на государство, а вот из остального формируется выигрыш для счастливых покупателей этих билетов. И это работало гораздо лучше. Поэтому я не верю в добровольно-принудительные займы, абсолютно не верю на первые три пятилетки, вот от слова совсем, а потому что лотерея работает гораздо лучше. У меня вон тесть покупает лотерейные билеты до сих пор. Там эти, квартиру все хочет выиграть. 30 лет. Заставлять не нужно. Даже когда он жил на одну пенсию, сейчас он работать устроился, поэтому берет их еще побольше. Вот, никого заставлять не нужно. Да я что там греха таить как-то брал тоже билеты. Было. Вот, ну и спорт лото там и все остальное, это тоже уже начинается. Так, про это отдельную штуку я даже говорить не буду. Как это работает? Что такое пятилетки или пятилетние планы? Давайте тоже разберемся, чтобы потом к этому вводим понятие, чтобы запустить этот наш маховик. Теперь идем дальше. А, пардон, не спросил, есть какие-то вопросы про финансирование? То есть, вот откуда берутся деньги, чтобы запустить этот проект, бизнес-проект под названием индустриализация. Пятилетние планы, значит, это вот та самая история, начинаем все сначала. То есть, когда Сталина сажают на бюджет в 25-м году, он пытается что-то там спланировать, исходя из зерна. И потом, вот чем дальше, чем быстрее, к 29-му году ему приходит совершенно четкое понимание того, что просто спланировать получение зерна и покупки станков и оборудования, это, в общем, неправильный подход. Все, начинается экономическая вещь. И вот, что такое, в общем, планирование на пятилетние? Это уже когда рождается структура под названием Госплан СССР, так она и будет этим заниматься. Огромное количество людей, очень грамотных, которые умеют делать сметы. Все, кто там мечтал заняться бизнесом, они, в общем, должны себе представлять, что, как бы, когда я читаю ваши проекты, мне очень радует. Много лет, даже и в очень тяжелые перестроечные времена, и когда полегче было. То есть, ваши там бизнес-проекты по заведению ларька по продаже цветов, они такие очень милые. То есть, вот для этого нужно просто один раз попробовать хотя бы. Это как вот там, да масса моих там. Простая вещь, построить туалет, типа сортир на дачном участке. Типа, ну что там, запланировал, доски купил, гвозди, да? Все. Когда-то ни разу этого не делал. Ну, привезли тебе доски, гвозди. И потом вдруг оказывается, что нужно вначале яму выкопать, а лопата у тебя была не запланирована. Хорошо, лопату ты запланировал, грунт ты выбираешь, а куда ты его деваешь. Вот это все нужно предусмотреть. Понимаете, завод построить, это не сортир. Сладить на дачном участке. Это очень много вещей. Это помимо самого завода, это стены, оборудование. Это нужно провести электричество, отвезти воду, привезти воду. Нужно, у нас все-таки Россия, да, не юг Франции. Нужно отопление проводить. Для этого нужно поставить еще котельную, шмательную. А потом еще людей нужно на обеденный перерыв кормить. Это еще нужно столовую, а столовая это холодильники, склады, оборудование, ножи, вилки, ложки, поварешки. Сами поварешки, в смысле тетеньки, которые будут это варить. И все это потом дальше больше. Если завод ставится в чистом поле, это значит, что люди должны где-то жить. Да, вначале это барак, но потом это должно быть жилищное строительство. У них, прости господи, рождаются дети. И советская власть это страшно приветствует. Это уже детский садик, потом школа, больница и так далее. А что такое там садик детский, да, это тоже не просто стены. Это оконные рамы, шпингалеты на форточке, это горшки, это полотенце для мордочки, полотенце для ног. Это там простынки, наволочки. Это еще должно быть не один комплект, потому что пока один стирается, а дети еще их, памперсов нету, непромыкаемых. Поэтому довольно быстро это все нужно менять. Медсестру нужно посадить, ей нужно шкафчик для лекарств прозрачный, ложки, кипятильник, стерильник и так далее. Вот это все эти люди считают. То есть не просто школу построить, а завести еще шкафы, учебники, сейчас уже там проекторы, лампочки и так далее. Вот они все это считают. Значит, главный принцип считают не в рублях, как сейчас, или в долларах, а считают в штуках. То есть в натуральном выражении. Вот именно поэтому в 1931 году, после начала первой пятилетки, начинается решение по согласованию цен. Потому что считают в натуральном виде. Вот. И как считают? Ну, есть установки вначале от начальства, от партийного, от проклятого Сталина и так далее. А потом, в общем, они посчитали. Дальше идут процессы согласования и одобрения. Перееду. Значит, считают. Это дело опять в виде проекта отправляется на Центральный комитет, на Политберу. Там ребята смотрят об этом, говорят, что вот, еще надо здесь один завод поставить и вот здесь. Я грубо говорю, да, или там спрашивают. Так, а вы, значит, молодцы, какие хорошие. Завод у вас есть, бараки для рабочих есть, а может уже пора там дома строить? Дайте-ка пересчитайте. И там что у вас? Детский сад заложен, а школа где? Им говорят, ну, это ж в чистом поле. Люди приедут, пока они родят, и дети подрастут. Мы их, в общем, в школу успеем построить в следующей пятилетке. Им умные люди какие-нибудь говорят в ЦК, что о чем мы не будем брать тех рабочих, у которых дети уже школьного возраста? Мы их не пустим на стройку? Или пусть их дети болтаются? Идите, считайте. И опять, это значит, нужно добавить школу, нужно добавить еще учителей, их тоже нужно где-то поселить. Кстати, там еще магазины, дороги, дорожное покрытие, телефоны и все остальное. И вот это вот все они считают. Дальше это отправляется на съезд в начале партийной, то есть в начале главной общественной организации в виде правящей партии. Это проверяет, это да, она правящая партия, это уже сложилось, но внутри у нее очень много оппозиционных структур. И потом это уже выносится на заседание Верховного Совета СССР и принимается в виде закона. Вот это уже идея, по всей видимости, Сталина, но точно мы не знаем. То есть план принимается в виде закона. Это значит, что нарушение плана будет караться тоже, как нарушение закона. Ну, караться, не караться, но наказываться будет. Вот к этому моменту Сталин будет приучать страну после НЭПа, после всей этой бесхозяйственности и дикой безответственности и коррупции. В общем, не первую, не одну пятилетку. Потому что, в общем, в принципе, в первую пятилетку у нас власть столкнулась именно с этой самой историей, с чудной. Когда человеку дают пламенный революционер, герой гражданской войны, может даже у него орден, может даже два. Ему дают деньги, финансирование. Бишь, говорят, езжай вот в чистое поле, там под Челябинск, будешь строить там завод. Не знаю чего, удобрений. Вот, он уезжает по привычке НЭПовской, это дело, в общем, деньги закончились, завод не построил. Он приезжает, говорит, ну, как Анатолий Борисович Чубась, да, вот тебе деньги, сделай Роснано, будешь нам нанотехнологии делать. Нанотехнологии не получились, вместо доходов получились долги. Анатолий Борисович говорит, дайте мне деньги, я буду образованием заниматься. Говорит, нет, давай ты вот побудешь в администрации президента, кто он там сейчас, представитель президента для общественных международных организаций. Не посадили, не расстреляли, добрая страна. Вот НЭП, новая экономическая политика, капиталистическая политика, тогда и теперь. Очень похоже все. А в социалистической собственности это уже вот кровавого тирана Сталина раздражает. То есть, он там, как было обычно, через год дали время, да, запланировано, через год должен дать завод. Ну, или там через два, если совсем большой. Если очень-очень большой, то через три должен заработать. Не заработал. Приезжает человек, спрошит, почему? Говорит, ну, вот там дайте еще миллион. Ну, хорошо, на тебе миллион. Но точно заработает? Точно, все. Вот, просто вот тут гвоздей не хватило, тут цемента, и тут, в общем, да, все сделаем. И вот, когда он второй раз приезжает, и у него опять завода нет, вот тогда он уже идет, как это, наказывает его. Жуткое наказание, три года за растрату. По уголовному кодексу РСФСР и других союзных республик на тот момент. Ужасно. И мы тоже про репрессии это дело посмотрим. Так, быстренько, чтобы закончить, потом кто будет готовиться, вот у нас пятилетние планы, как они работают. И, нет, все, останавливаемся. Продолжим на следующем уроке. Который у нас седьмым, да? Ужас какой. Спасибо. 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 Спасибо.